Редактор субтитров А.Семкин Нужно стремиться к этому, потому что я понимаю, что это не так легко, но когда ты стремишься к этому, то ты увидишь разницу однажды. У меня было такое время, когда я находился на собрании, и мне тоже было трудно что-то сказать Богу. Мне все время казалось, что меня кто-то подслушивает. Но потом, когда я просто понял то, о чем я вам сейчас говорю, может быть через то, что вы мне говорили, через то, что я слышал, что мне нужно иметь именно такое поведение. И когда я начал искать Бога во время молитвы, то есть когда молитва начинается, и я ищу Бога, я прославляю Бога, и мне вообще все равно, когда рядом находится, то ситуация резко изменилась внутри меня. То есть Бог, он дал эту свободу сразу. И я перестал зависеть от окружающих меня людей, но смог проводить это время с той пользой, с которой оно необходимо, чтобы мы сюда приходим молиться, чтобы мы приходим сюда слушать. Потому что в современной церкви, и это касается, как бы вообще, я не знаю, любой конфессии, если в общем взять, то люди, они для чего в основном приходят в церковь. Кто-то для того, чтобы иметь какое-то общение просто с другими, провести какое-то время. Кто-то для того, чтобы сделать какое-то определение в своей жизни, что он принадлежит церкви, потому что он туда ходит. И даже участвует в том, что сейчас творится, например, ну, идет пост какой-то православный, я буду соблюдать пост, значит, я кто? Я отношусь, значит, к церкви тоже, потому что я это делаю. Или пастор, например, для многих нужен для чего? Ну, чтобы мог женить, похоронить, да, людей, как бы. Ну, должен же эту работу кто-то делать. И тогда, ну, неплохо, чтобы был такой человек, который бы поженил, да, или похоронил потом. Ну, тоже совет какой-нибудь получить, правильно? Не просто прийти тоже, а совет у кого-нибудь получить какой-нибудь. Ну, разные причины есть, и это, на самом деле, как бы для многих является истиной, да, что человек просто ходит туда, чтобы, ну, потому что это церковь, потому что так сейчас можно сделать, раньше нельзя было, сейчас можно делать. И так делают везде, и так далее. Вот. Но церковь сама по себе, это невеста Иисуса Христа, правильно? Да. И тогда, вот, представляете, вот, Иисус готовит себе невесту, и она называется церковью. Вот, часть, которая, людей, которые входят в церковь, да, вот, кто они, да, кого, представляете, если, и какую невесту хочет иметь Бог, говорится, что эта невеста, она, она совершенно чистая, да, она совершенно, девственная, у нее есть определенная одежда, и получается, что вот все люди, которые считают себя причастниками церкви, Иисуса Христа, они могут туда войти только по той причине, что ты туда ходишь или соблюдаешь пост вместе со всеми, или ты просто послушан лидером церкви, и ты принимаешь советы только поэтому, или потому что ты принял горное крещение. Почему? Почему? Когда человек становится частью церкви, как это принято считать, когда это происходит? Ну, где так? Как шаг крестился? Когда крестился, да, во многих церквях это так, когда крестился, все, ты становишься частью церкви. Покаялся и крестился? Покаялся и крестился, да, ну, то есть, если ты не покаялся, ты себя как бы крестить не можешь, как будто бы, да? но не всегда угадаешь, как этот человек покаялся, поэтому могут крестить и не покаявшегося, но ладно, крестился и тогда уже часть церкви, ну и младенцу вообще-то не угадает, покаялся или нет, младенцу крестят же, покаялся или не покаялся, и надо ему вообще покаять, пока младенца вообще не надо, поэтому пользуясь с помощью, и человек может просто пристать таким образом к церкви и не быть в ней ходить и считать себя частью церкви, но в ранней церкви не было так, на самом деле, да, в ранней церкви как было деяние, если мы откроем 5 глава 13 стих, из посторонних же никто не смел предстать к ним, а народ прославлял их, представляете, есть разница, да, вот человек, который хотел бы стать частью церкви, почему, потому что, ну, у них было все общее, и если ты, например, имеешь какой-то недостаток, с тобой могли бы делиться, это же хорошо, да, ничего не надо делать, просто пришел в церковь и тебе выделили там, из общей, как сказать, но они не могли этого сделать, написано, что из посторонних никто не смел предстать к ним, и почему это произошло? Чуть раньше видно, да, что, когда они увидели, что произошло с Ананей и Сапфирой, с его женой, вследствие того, что они как-то пытались искусить или обмануть Духа Святого, то Бог, Он что-то показал людям, и апостолы в то время, они имели развлечение, да, они имели развлечение, они могли понимать, кто есть кто, и у людей, как бы у них было желание, была возможность это сделать, но они не смели этого сделать, опасались, да, но потом, чуть дальше мы смотрим, что Павел, например, когда пошел к язычникам, в 20 главе, 29 стих, Деяние тоже 20 глава, говорит, ибо я знаю, что по отшествиям моим войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, из самих вас восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы улечить учеников за собой, и много времени не прошло, да, а Павел говорит, что такие события, они произойдут, и даже Петр в другом месте, он тоже говорит, что будут и уже апостолы, будут у вас уже апостолы, как были уже пророки в ветхозаветное время, у вас тоже будут уже апостолы, так, Петр также об этом предупреждает, и есть разница, да, между просто религиозным знанием каким-то и истинным знанием, да, в этом есть разница, почему, потому что ученики, например, Иисуса Христа, апостола, они когда делали что-то, они, когда начались деяния, они шли, они благовествовали, их закрывали в темницу, и хан Георгий освобождал, говорил, идите в храм проповедовать, идите в храм проповедовать, они встали, опять шли, Синедрион хотел их привезти на суд, приходит, а их там нет в темнице, да, смотрит, они в храме проповедуют, и они, написано, они исполнялись зависти от того, что происходит, и они хотели наказать этих людей, вот, но была же разница, правильно, то есть был Синедрион, был храм, были священники, были ученики Иисуса Христа, с другой стороны, и были люди, которые могли свободно приходить в храм, могли свободно общаться со священниками, да, могли быть частью всего этого движения, но эти же самые люди, они не могли пристать к церкви Иисуса Христа, они не могли стать ее частью, да, они не смели написано этого сделать, никто не смел этого сделать, если не принадлежал действительно церкви Иисуса Христа, потому что церковь Иисуса Христа, в конечном итоге, это невеста, чистая, непорочная, да, невеста, и она состоит из таких вот людей, которых очистил себе кровью Иисус, не потому, что мы такие вот праведные, кто принадлежит этой церкви, а в том, что Иисус это сделал, это не наша праведность, не наша заслуга, вот, но, тем не менее, да, и есть разница в том, что, в том, что было в первоапостольской церкви, в том, что происходит сейчас, когда, например, ходил Иисус, он, как ходил, он собрал учеников, с ним рядом были 12 учеников, да, он шел, например, к мытарям, он шел к людям, которые просто были, как сказать, из низких славян населения, да, такие были они. Это были не полученные. Вообще, абсолютно не полученные. Он шел к ним, и там было все понятно, вот Иисус с учениками, да, вот люди, которые имели нужду, он шел к ним, то есть они не были частью этой группы. А сейчас происходит так, что вот церковь, и в церковь приходят, и как верующие, так и неверующие, да, и где вот та линия, когда человек из потерянного состояния, он становится сопричастником Богу, сопричастником церкви, да, когда он переступает, чувствую, потому что те и другие приходят в одно место, а церковь же это не место, мы собирались вот в одном месте, там, на Запорожске, а теперь собираемся в другом месте, да, это как бы это две разные церкви или одно этажное, все просто, да, как бы, что церковь это не какое-то место, на некоторых это просто стало определением как место, то есть я живу своей жизнью, я прихожу в церковь, и там как бы своя жизнь, и я туда прихожу, когда я ухожу, я уже не там, но когда я прихожу туда, я там, когда я то там, то здесь, то горячее, то холодное, то в огонь, то волн, как непонятно, и Павел сказал, что к вам подшествия моем войдут лютые волки, да, и когда войдут? Когда он уйдет, то есть получается, что когда он находился там, и когда апостолы находились на своих местах, когда Петр находился в церкви, они не могли войти, не то, чтобы их не было, они были, но им не давали возможности, понимаете? как бы, а здесь он предупреждает, что вот, пока я здесь, Павел говорит, пока я здесь, вот все идет так, как есть, я вас исправляю, я вас ругаю, я вас наставляю, я вам говорю, но когда я отойду, да, что будет происходить? Что к вам войдут люди, которые будут учить по-другому, и из самих вас даже вас станут люди, которые будут учить и говорить по-другому. Но пока я здесь, этого не происходит, да, а получается, что это зависит, да, от каких-то людей, чтобы в церкви был определенный порядок, это зависит от каких-то людей, да, и мы видим, что и в случае тех апостолов, которые ходили с Иисусом Христом, и в случае Сау, который стал Павлом, который не ходил с ними, но через откровение он встретил Иисуса Христа в видении, ему было открыто, кто такой Иисус Христос. Когда он стал апостолом, он тоже мог стоять на этом рубеже, он тоже мог быть этим стражем, да, который мог различить, который мог отличить истину от лжи, который мог определить, что исходит от Бога, что относится к церкви, а что просто является обманом ненастоящим. И он говорит, осторожно, когда я уйду, это будет то, что мы с вами происходили. И знаете, что еще заметно? Ну вот в этом отрывке это Деянин, 20 глава, 25 стих. Здесь он обращается к пасторам, да, в 28 стихе. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пости церкви Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по обшествии моем войду к вам лютые волки, не щадящие стадо». И то, что я здесь вижу, то, что я здесь вижу, что эту работу не могут сделать пасторы. Или не все пасторы могут сделать эту работу. Вот. Это я читаю здесь. И тоже я слышал некоторые свидетельства людей, которые прежде чем стали пасторами, например, да, или несли эту ножку в своей жизни, они являлись этими стражами, да, когда они имели откровение. То откровение, которое необходимо от Бога для того, чтобы иметь развлечение, иметь понимание, что есть истина, что есть обман. И поэтому есть, я вот вижу, что много вот проблем существует в том, что как бы люди не всегда находятся на своем месте. Что мы не всегда делаем ту работу, которую мы должны делать. Просто мы хотим делать, это и делаем. А Бог, Он определил, сделал совершенно определенное что-то. И Павел, Он был апостолом. Он был апостолом, Он говорит, вот вам я говорю пастор, что когда я уйду, то к вам войдут волки лютые, нещадящие стадо. И даже из вас самих восстанут какие-то люди, которые будут учить привратно. И вы не сможете этому противостоять. Вы не сможете это контролировать. Потому что меня не будет. Но это не значит, что Павел ушел, Петр ушел и все закончилось. Я понимаю, я вижу, что на их место приходят другие люди. Что эти дары от Бога имеют тоже другие люди. Но когда человек занимает не свое место или, скажем так, хочет занимать все место полностью, от начала и до конца в церкви, то это не получается. Ну я никого не хочу обидеть, но здесь это так написано. Потому что Павел обращается, и он говорит, что вы не сможете это контролировать. Я уйду, не будет вот этого стража, который запретит, который скажет. И все. И вы не сможете это контролировать. Просто будьте внимательны на это. Поэтому, когда у них это действовало, никто не смел пристать к ним из посторонних. Потому что они очень сильно контролировали это. Дух Святой не давал этой возможности. Потому что у них была такая власть. И сегодня кто обладает такой властью? Сегодня кто эти стражи? Сегодня кто эти апостолы? Сегодня кто выполняет эту работу? У нас есть столько информации и в церквях, и в интернете. И как мы вообще фильтруем ее? Где истина? Где ложь? Да? Как мы понимаем о том, что то, что говорится, это действительно говорится истинно? Мы можем выбирать сами себе учителей, которые листили бы нашему слуху. Мы слушаем то, что нам нравится. Да? И все. И все чудесно. Все хорошо. Но то, что апостолы являлись апостолами, Бог доказал это. Да? Много раз доказал это людям. Поэтому я вижу, что такой человек, если он является действительно апостолом и стражем, ему будет видно. его будет видно, его будет заметно, что он тот, за кого он себя выдает. Потому что Бог будет его защищать. Потому что Бог будет его утверждать на этом месте. Потому что то, что он будет говорить, это будет всегда истина. Это будет словом от Бога. И это все увидят. Это не будет ни от кого скрыто. И вот такие люди, о которых есть свидетельство не только из того, что он говорит. Но видно, что то, что он говорит, так и происходит, как он говорит. Даже вот здесь вот, когда Павлу обращался Агаф, пророк по имени Агаф, он говорит, что у человека чей этот пояс его свяжут и уйдут в Иерусалим. Но этот пророк приводит здесь пример как пророк. Потому что то, что он говорил раньше, это сбылось. И здесь об этом же и говорится, да? Что был голод, и Агаф этот он предсказал этот голод. То есть, это был проверенный человек, которому можно было доверять как пророк. Он сказал и произошло. . Он сказал и произошло. Да? А не так что. Он сказал, и если не произошло, то это проблема того, кто слышал, а не того, кто говорил. Да, есть такое понимание. Что пророчество, оно такое вот. Я вот говорю тебе, и ты это слышишь и принимаешь. Если это пророчество не произошло, это твоя проблема, не моя. Существуют такие пророки, я с этим не согласен. Вот это пророк, то, что он говорил Павлу, так и произошло. И он здесь привезел пример, потому что то, что он говорил раньше, так же происходило. Поэтому, когда Бог ставит своему человеку свое место, он дает ему эту власть, и он доказывает это. И поэтому, первое, коринфянам, 12 глава, давайте откроем. 28 стих, 1 Примфянам 12, 28, говорится. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудовищественные, так же дары исцеления, исповожения, управления, разные языки. Да? На что я хотел обратить внимание? Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами. Да? Во-первых, это, во-первых, апостолами. Не пасторами, не учителями, да? А во-первых, апостолами. Во-первых, теми людьми, кто будет иметь это развлечение, кто может являться этим стражем, который даст определение, что от Бога, а что нет. Да? Который... Почему? Потому что в церкви сейчас все встречаются, и верующие, и неверующие. И у каждого вообще в голове там свое кино, да? Но, во-первых, апостолами. Почему? Потому что должен быть тот, кто видит эту развлечение. И кто такие апостолы вообще? Дословный перевод – это посланы, да? Это посланец. То есть это посол, можно сказать. Что это посол Бога, в данном случае. Если это апостол от Бога, то это посол от Бога, да? Есть послы просто каких-то государств. А это посол Царственного Небесного. Да? Божий посол. Это есть апостол. И какими характеристиками обладали апостолы того времени? Они были, во-первых, учениками Иисуса Христа. То есть они были теми, кто стал называться христианами, потому что был учеником Иисуса Христа. Да? Они ходили с Иисусом. Они учились у Иисуса. Они были рядом с Ним. И, во-вторых, они имели откровение о том, кто такой Иисус. И Матфея 16 глава, давайте откроем. Матфея 16, 15. Иисус спросил однажды у своих учеников, да, у них будущих апостолов уже. А вы за кого почитаете меня? Семёжа Пётр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал им, в ответ, блажен ты, Симон Симоновин, потому что не плоти и кровь открыли тебе это, но отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Пётр, и на всём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запресил ученикам своим, чтобы никому не сказали, что он есть Иисус Христос. И Пётр, он был блажен, потому что ему сам отец открыл, кто такой Иисус. И ученики, они оставались с Иисусом Христом, потому что им было открыто, кто он. И он говорит, что на этом откровении именно я не создам церковь. В другом месте говорится, что основание апостолов, оно в чём состоит? В том, что Иисус является кровевольным камнем, и в том, кто есть Иисус. И на этом основании, в другом месте в Библии говорится, что возлагается строение, здание духовное. Это мы, как духовные камни, с которыми возлагается это строение. Вот ты и есть церковь. Но каждый, каждый в этой церкви, он имеет откровение о том, кто такой Иисус. Не крещение делает себя частью церкви. Крещение просто, оно делает видимым то, что ты имеешь это откровение. Оно утверждает ту истину, которую ты уже получил. Поэтому Пётр, он, что он получил, какое откровение? Что Иисус Христос, Сын Бога Живого. Он говорит, вот это вот основание церкви. И все, кто получит это откровение, они могут быть причастниками этой церкви. Они могут быть духовным камнем этой церкви. Не потому, что ты ходишь сюда, не потому, что ты крещённый, не потому, что ты соблюдаешь пост вместе со всей церковью. Не потому, что ты послушен пастору. Не потому, что, не по такой другой причине. Если ты не имеешь откровения о том, кто такой Иисус Христос, ты не являешься частью церкви Иисуса Христа. Все, очень просто, да? И это есть основание. С этого Иисус все начал, с этого откровения. И Римлянам, 6 глава. И здесь говорится тоже, что врата ада не одолеют ее. Почему не одолеют? Потому, что есть правильное учение. Потому, что есть правильное основание. Поэтому не одолеют. Потому, что есть то, что имеет силу. А когда его нет, соответственно, мы можем видеть результат. Римлянам, 6 глава, 3 стих. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся у Христа Иисуса, в смерть его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвого славы Отца, так и нам ходить в обновленную жизнь. То есть здесь говорится, что для того, чтобы восстать с мертвым, да, образно, и ходить в обновленной жизни, необходимо это крещение. И крещение, оно само по себе необходимое. Но тоже обратите внимание, как об этом написано. Что мы погреблись с Ним крещением смерть. А как вы думаете, вот тело, которое погребается, оно живое погребается или мертвое? Мертвое, да? Никто живое, не заказывает, если человек живое, бывает. Бывает. Ну, бывает, но это неправильно, нет? Мы живем для этого, да, воскресает, что я в полу, если вы общаетесь, воскресает, оживает. Да, но я имею в виду, что крещение само по себе, оно когда начинает действовать? Вот так, как есть. В своем истинном свете. Когда человек, он уже умер, да? Здесь, ну, для греховной жизни, когда он покаялся, когда это произошло, тогда и крещение само по себе, оно имеет смысл. И когда человек умирает, да, для греховной жизни, тогда он может креститься. А если этого не произошло, тогда получается, что ты еще живешь для, ну, той жизнью, которая есть. Ты еще живешь этой жизнью. Ты идешь, ты приходишь в церковь, тебе предлагают креститься, ты крестишься, и ты продолжаешь жить точно так же, понимаешь, и ничего не происходит. И силы в этом как бы нет. И жизнь по-прежнему остается скучной, однообразной. И Бог как будто бы ничего не делает в своей жизни. И ты пытаешься сделать вид, что Он все-таки что-то делает, потому что в церкви рассказывают, что Бог в моей жизни что-то делает, и ты думаешь, что у меня должно быть так же, потому что я все сделал, как сделал остальные. Я так же хожу в церковь, я так же крестился, я прошел курсы новообращенных, я хожу, у меня ничего не происходит. Но у меня должно происходить, потому что у него происходит, и тогда я начинаю воображать, что у меня что-то происходит, и в конце концов, через три года, я понимаю, что-нибудь произошло, ничего. И разочарование в итоге, да? Но так не должно быть. Так не должно быть. Поэтому мы должны занять то место, которое мы должны заняться, сделать все правильно. И когда здесь написано, когда человеком крестится, он крестится уже, будучи мертвым, по отношению к греху, по отношению к той жизни, в которой он жил раньше, то есть с покаянием сердца. И погребается уже мертвый человек, неживой. И это тоже относится вот, ну, к такому пониманию, что когда человек становится частью церкви, да? Когда крестится? Ну, он крестился, он теперь он член церкви. Но если он не имеет откровения об Иисусе Христе, ничего подобного. Да? Тогда он ближе к Богу, является частью церкви уже, когда он еще не крестился, но получил откровение об Иисусе Христе. Все, он уже является этим духовным камнем. То, что ему нужно сделать, это просто, можно сказать, утвердить свое положение этим шагом перед Богом и перед людьми. Да? Но он становится частью церкви раньше, чем это произойдет. И он согласен это сделать, он хочет это сделать, потому что это произошло в его жизни. Он получил откровение о том, кто такой Иисус. И получил он не через плоть или кровь. Ему не пришли, не рассказали, смотри, Иисус, Он умер за твои грехи. Понимаешь? Да, понимаю. Ты веришь в этом? Ну, поверю. Почему бы нет? И раз веришь, значит, все в твоей жизни хорошо. Бог себя простит. Есть герой. Написано, что Петр, он не так получил это откровение. Он говорит, не плоть и кровь тебе открыли это. Да? Иисус ему говорит. Что не плоть и кровь, не человек пришел тебе и рассказал об этом. А Отец мой, сущий на небесах. В этом есть разница. И это делает тебя причастником Церкви. Да? И мы просто говорим о том, чем обладали апостолы, да? Как они стали апостолами вообще, в общем и целом. Почему они стали апостолами? То есть без этого начала не было бы продолжения. Они получили это откровение об Иисусе Христе. И если взять пример Павла, то как в его жизни это произошло? Деяние 13 глава. Деяние 13, 1. В Антиохе, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер. И Лутик, и Риньянин, и Монавец, воспитанник Ирода, четвертовлазник. Исауа. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне, Варнава и Сауа, на дело, которому я призвался. Тогда они, совершив пост и молитву, и вложив на них руки, отпустили их. Вот так вот Сауа, Павел, стал апостолом. Были некоторые учителя и пророки, в церкви. И они проводили время вместе. Они проводили время, в молитве написано, да? Они проводили время в учении. Они находились вместе, да? Они молились вместе. Они слышали Бога. Они передавали друг другу то, что Бог говорит. И Дух Святой ему сказал, отделите мне этих двоих, и я скажу им, что они должны сделать. Вот так он стал апостолом. И после он говорит, что вот, когда насаждал церковь, когда я уйду, то к вам придут литые волки, да? Но его избрал Бог для этого. И в другом месте он говорит, что удостоверение того, что он является апостолом, оно у него существует. Да? Почему? Потому что мы тоже не можем верить тому, что человек какой-то придет и скажет, вот я апостол Иисуса Христа, здравствуйте, принимайте меня. То, что я скажу, это значит истинка. Но это не так. Аж бывают лжи апостолы. И в откровении во второй главе, например, я просто все читаю, чтобы вы понимали, что я не приду. Что как бы мы склонны верить всему, чему нам говорят, всему, что нам говорят, когда мы приходим куда-либо или слышим что-либо от кого-либо, да? И мы всему этому верим. А когда мы читаем Библию, оказывается, все оказывается не так, как у них говорят, да? Как так может быть? И здесь говорится, что откровение вторая глава, первый стих. Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд, десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашелся они у жицы. Тогда церковь может определить, апостолы и лжеапостолы, да, способны это сделать. Если это действительно церковь Иисуса Христа, то есть, если в ней находятся люди, которые получили откровение от Бога, о том, кто такой Иисус, то эти люди имеют духовное развлечение, и способны определить, апостол, это лжеапостол, через что? через испытания, да, оказывается, что такие люди могут испытываться. И через это я вижу, вообще, порядок, который в церкви, который описан в Новом Завете, он не такой, как мы много раз привыкли видеть среди наших церквей, какая бы ни была конфессия. То есть, церковь определяет апостола, истинный он, или лживый, апостол, отделенный Духом Святым на эту должность или работу, способен быть этим стражем, который может остановить неправильное движение в церкви. И Бог это поддерживает своей силой, Он это удостоверяет своей силой, это заметно всем и видно всем. И пастор, он на самом деле занимает то место, которое должен занимать. Он пасет, бескорыстно и непринужденно подавая пример стаду, и порой даже не может отличить лютых волков, которые спрятались в овечьей шкуре, от истинных овец. И это написано в Библии, я прочитал в Библии. Но мы видим сегодня, что происходит совсем не так, происходит совсем иначе. и Псалом 126-й. На самом деле, это серьезные вещи, без которых вообще я не вижу, что может быть успех в христианской церкви, в христианской жизни, если все стоит на своих местах. И 126-й Псалом, первый стих, если Господь не садишься дома, напрасно трудятся строящие его. И если Господь не охраняет города, напрасно бодруствует страх. Если Бога нет во всем этом движении, то все напрасно. Это не имеет силы. Это просто игра какая-то. И был такой страж Языкиль. Давайте посмотрим. Языкиль, 3-я глава. Его Бог избрал стражу для народа Израиля. Да, Языкиль, 3-я глава. 17-й стих. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дома Израиля, и ты будешь слушать слова из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою. И про праздник дальше здесь говорится то же самое. И это человек, которого Бог избрал именно для такой работы, чтобы быть стражем. Я просто делаю это сравнение. Почему? Потому что апостол, который имеет характеристики апостола в Новом Завете, он может быть стражем. Он может быть стражем, и мы видим, что пока были апостолы, никто не смел пристать к этой церкви. Пока был Павел, он говорит, что я пока здесь все нормально, только я уйду, сразу придет к вам кто-то. И то есть эти люди, им Бог дал таких полномочий быть стражем и говорить, да, тому, кому нужно сказать о том, что правильно или неправильно. И этим людям Бог открывает что-то. Я просто, ну, как бы, тоже хочу, чтобы мы обратили внимание. Мы обратили внимание, потому что эти люди и сегодня существуют. Но я говорю, что столько есть информации и по церквям, и в интернете, и в книгах. Куча информации. И она же изо всех источников льется. Просто это и дьявол, это и плоть, это и Дух Святой. И как отличить? И кто сегодня является вот этим стражем? Кто сегодня является вот этим апостолом, да, который предупреждает, который кричит, который объясняет, который объявляет Церковь? Потому что Церковь Иисуса Христа она одна. Она не православная, католическая или еще какая-то протестантская. Она одна. И она не там или здесь. Для Иисуса это одна церковь, одна невеста. И тогда существуют вот эти стражи, эти апостолы. И кто они? И о чем они сегодня говорят? И кто им послушен? Да, потому что я так понимаю, что вообще в мире такой бардак со всеми, со всеми, что очень трудно человеку разобраться. И он вынужден просто приходить в церковь и слушать то, что ему говорят просто потому, что говорят. Но я тебе могу сказать, что если ты имеешь откровение о том, кто такой Иисус Христос, ты принадлежишь к этой церкви. И если ты имеешь это откровение и ты будешь видеть, что что-то происходящее оно не относится к истине евангельской, ты будешь осторожен к этому. И ты не сможешь принять это учение. Понимаешь? Поэтому важно неправильно найти себе учителя, а важно, чтобы ты находился в этом положении перед Богом, чтобы ты имел это откровение о том, кто такой Иисус, что тебя и делает причастником и все. И еще что отличало апостолов от остальных, потому что были и остальные люди, которые видели чудеса и так далее, которые ходили с Иисусом, слушали Его учения, даже были исцеляемы, потом они выходили, пропадали и ходили там, жили по-своему, как бы, а ученики продолжали ходить с Иисусом. Ученики, они знали, что Иисус воскрес. Апостолы, они знали, что Иисус воскрес. Апостолы, которые ходили с Иисусом, они знали, что Он воскрес. И Павел, который гнал христиан, он в итоге встретился с Иисусом Христом сам лично, и он знал, что Иисус, Он живой. Это их тоже отличало, да? И на это я просто хотел обратить внимание, каким образом, что мы можем слышать весть, о том, что Иисус умер за тебя, что Его кровь, она мыла твои грехи. Но смотрите, как происходит, что ученики Иисуса Христа и даже Его мама, да, они имели обетование от Бога. и, например, обещание для Марии, Луки, первая глава, мы читаем. Луки, первая глава. 31 стих. И вот, вот такое обещание ей было, что будет велик, наречется Сыном Всевышнего, Господь даст ему престол, будет царствовать на том, на кого вовеки, царствование будет конца. А итог, к чему они приходят? К кресту, да? И вот там вот Мария стоит, смотрит на все это и думает, где это обещание? Куда оно делось? Где Великий? Где престол Давида? Где царство, которому он владеет? Она же помнила это, правильно? Кто ей это сказал? Ангелы? Ничего себе. Представляешь, и здесь крест. И ученики, которые ходили с Иисусом, вы будете на 12 престолах судить 12 колен Израилю, а кто из нас будет главный, да, они между собой спорят? И все, уже делили как бы места. И куда пришли? Кресту, да? И что там произошло на кресте? Кровь-то пролилась. Иисус умер, они это видели своими глазами, и кровь пролилась. А теперь кого это впечатлило вообще? Кто вообще был в восторге от этого? Никакой силы, да? Все умерли, все закончилось. Но это было слово Бога. И оно не возвращается к моему щедру. то есть, что Бог сказал, Он это сделает. Просто вот на этом кресте, там, закончилось их человеческое понимание, да, их плотское мышление. И с нами иногда происходит то же самое. Если тебе Бог говорил что-то в твоей жизни, это очень хорошо. Но если ты видишь, что получается не так, как ты себе представлял, ничего страшного. У них-то как было. Но важно знать, что важно, чтобы Бог тебе именно сказал, что ты. На чем ты стоишь, на каком основании твоя жизнь, на его слове он действительно что-то говорил в твоей жизни. Бог тебе действительно открыл, что Иисус Сын Бога Живого, что ты имеешь это откровение, стой на этом откровение, ты принадлежишь церкви. Если происходит что-то непонятное в твоей жизни, что-то как будто бы не связанное с этим, то Бог делает работу, Он ведет дальше тебя. Ты иди и следуй в этой вере. Потому что кровь Иисуса уже пролилась, понимаешь, и все люди, они находились там, но это не произвело никого никакого впечатления, кроме безысходности, кроме какой-то потери, кроме того, что опустились руки, и теперь непонятно, что будет происходить. Получается, что вот в этот момент кровь Христа не имеет силы, что ты слышишь о том, что Иисус умер за тебя, и что все твои грехи прощены, и все, но это как будто не имеет силы. Но когда они узнали Иисуса, что Он воскрес, что Он воскрес, когда они увидели Его воскрешен, когда они встретились с Ним, когда они смогли с Ним иметь общение, когда они видели, что все идет вперед, все идет дальше, но не так, как они себе представляли, а все так, как Бог предопределил. тогда эта кровь, она стала иметь смысл, она стала иметь силу, да, тогда Дух Святой начал действовать и делать свою работу, но до того момента, пока мы знаем Иисуса, просто, который умер на кресте, и пролил за нас свою кровь, ничего не происходит, почему, потому что нужно еще иметь откровение о том, что Он живой, и иметь с Ним такие взаимоотношения, чтобы знать, что Он живой, да, и в Евреям в 10 главе 19 стих прочитаем и закончу. Итак, братья, имея терзновение в ходить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем нового живого, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод Свою, и имея великого священника над Домом Божьем, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением, очистив сердца от порочной совести и омыт тело водой чистой. Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верим обещавшим. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваемся приближение Дня Оного. Тогда есть возможность войти в святилище посредством крови Иисуса Христа. И вот там в святилище меняется картинка, меняется понимание, меняется видение, которое дает Бог. Пока этого не произошло, пока не произошло этого преломления нашего плоского мышления, наших плоских планов, пока этого не произошло, мы не знаем истину, мы не имеем того знания, того знания, которое действительно освобождает, и которое делает тебя свободным от многого, просто как бы от всех вот этих религиозных законов, фантазий человеческих, еще чего-то там, не знаю, но от всей этой суеты, не только от религии, от законов, а от суеты, которая есть в мире, от того, что ты остаешься зависимым от этой суеты, там на кресте произошло чудо, которое может изменить жизнь каждому, но понимаете, есть разница, потому что Петр и ученики, они получили откровение о том, кто такой Иисус, и Бог уже начал работать в свою жизнь, но пока они не узнали о том, что Иисус не только умер, но еще и воскрес, то продолжения не было, они продолжали иметь свой плотский разум, основывались на своих плотских мышлениях, на плотском своем видении, на том, что Иисус должен стать царем, вот так, как они себе представляли, и Мария ожидала того же самого, да, то, что и Ангел обещал, а получилось все не так, получилось по-другому, и их глаза не открылись, когда они увидели Иисуса воскрешенного, они поняли замысел Бога, они увидели замысел Бога, понимаете, и эта картинка, она не только для того, чтобы ты знал о том, что существует нечто подобное в мире, когда тебе это открывается, ты понимаешь, что ты сам являешься участником происходящего, в этом есть разница, потому что когда тебе рассказывают об этом плоти и крови, ты это принимаешь и воспринимаешь, и можешь сказать, ну да, возможно, это так, но когда тебе это открывается лично, в управлении, через твои отношения с Богом и с Иисусом, тогда это так начинает влиять на твою жизнь, что твоё понимание меняется, твоё отношение меняется, да, что твоя позиция она меняется, ты не остаёшься просто равнодушным, ты не остаёшься просто человеком, который согласен со всем, ты не остаёшься просто человеком, который кладёт обязательства по спасению для твоей жизни на третье лицо, да, ты и Бог и ещё есть какой-то другой, да, пастор или священник или ещё кто-либо, вот пусть он занимается моим спасением, Так много неправильного мышления, неправильного понимания в жизни человека, который называет себя христианином, если он не имеет откровения о том, кто такой Иисус Христос. И второе, если он не узнал однажды, что Иисус Христос живой. Сам лично не узнавает. От самого Бога, от самого Иисуса не узнавает. Такая путаница в голове, такая путаница в понимании, такая каша, где тут апостолы, где лжеапостолы, где учителя, где лжеучителя, где кто вообще не разберешься. А, буду верить тому, что говорят, когда я хожу, какая разница. Все равно вам как-нибудь что-нибудь получится. Перестаешь быть равнодушным в таком положении вещей. Почему? Потому что это относится непосредственно к твоей жизни, к твоему спасению. Поэтому мое желание, чтобы все, кто присутствует здесь, в этом зале, имели такое откровение. И имели откровение о том, кто такой Иисус, и о том, что Он живой. Не потому, что я говорю об этом, не потому, что прочитали об этом в Иисусе, а потому, что Бог себе сам лично открыл это. Через твои отношения с Ним. Пусть будет так. Пусть будет так.